Ребят, спрашивают, как я снимаю такой своей косметики и так далее, и так далее. Давайте я вам покажу. Вот мицеллярная вода, я люблю ей очищать свое лицо. Если я, допустим, сегодня сходила днем в тушь, на прием перед мануалом, я знаю, что я не замаралась, не вспотела, у меня все в порядке, я могу второй раз за день в тушь не ходить. Вот, то есть я все протираю мицеллярной водой, потом я мицеллярную воду смываю обязательно тоником, потому что мицеллярную воду, паф, мицелла, это все нужно смывать обязательно. Крем без тоника, деньги на ветер, как вы понимаете. Потом я наношу свой любимый крем 1247, почему любимый? Потому что он действительно все выравнивает, все морщинки убирает, он идет антивозрастной. Далее на все лицо я наношу на данный момент, но он практически уже закончился, 0,257 кислородный байзам, который стимулирует синтез коллагена и эластина. И сейчас я тестирую вот такой вот восстанавливающий липокрем для сухой кожи лица, биомимметическая эмульсия, для ежедневного ухода за сухой и очень сухой кожей. Восстанавливает целостность кожного барьера, нормализует гидролипидный баланс кожи, увлажняет, питает, смягчает, балансирует микробиом кожи. Рекомендовано наносить тонким слоем на очищенную кожу утром и вечером. Артикул 0,581, 50 мм. Так, ну что ж, давайте начнем. Я сразу же смачиваю 4 ватных диска. То есть у меня все легко и просто. То есть смачиваю 4 ватных диска. Получается, промакиваю их. Мне не жалко этих жидкостей, как говорится. Я не переживаю и начинаю смывать. То есть вот мицеллярная водичка, бровки, глазки я немножко замачиваю. Я их стараюсь не тереть, потому что тушь Click & Go, которая у меня сейчас на тенях, она легко смывается. Тени тоже уходят великолепно. Раз и нету, раз и нету. Тушь я, конечно, жду, пока она отмокнет. Почему жду? Потому что тереть глаз в разные стороны, в принципе, не всегда полезно. Вот, дожидаюсь спокойненько. То есть у меня на это уходит несколько минут иногда. То есть вот так вот промакиваю и убираю. Убираю, чтобы не было проблемочек. Вот по ресничкам, да, по ресничкам ввожу, тени веки не тру. У туши очень интересное качество. Она не размазывается, а от мицеллярной воды разваливается на кусочки. Это очень интересно наблюдать. Помада тоже очень хорошо удаляется. И потом, значит, контрольный ход у нас получается. Еще раз протираюсь мицеллярочкой. А вдруг что-то, да, осталось, да. Бывает такое, что остается. Потому что, когда свой туши большой, бывает, что ты пропускаешь. Ну, то есть я таким вот образом прохожусь. Потому что на шее я тоже наношу тональный крем. Ушки я тоже немножко припудриваю. Поэтому я стараюсь очистить все. В дальнейшем я также беру раз, два, три, четыре диска. Это я, знаете, смачиваю. И, если честно, у меня эта процедура из года в год одинаковая. Просто меняются уходовые средства. Вот серьезно. Просто меняются уходовые средства. И, по идее, никаких проблем нету. Мицеллярочку надо обязательно смывать. Я обычно это делаю, когда сижу, кого-то смотрю. У меня на очке сейчас много с вами видео снимают. Я пересматриваю видео. И, как злая тетушка, сижу и докапываюсь для них. Почему докапываюсь? Мне хочется, чтобы они стали лучше. Ну, те, кто, по идее, высылают мне, да, мне хочется, чтобы они стали лучше у меня. Вот. Потому что кто как не мы, наставники, лучше их сделаем. Ну, вот. Я очень люблю вот так сидеть, смотреть, соображать, писать, отвечать на вопросы. У нас много очень ночных пташек, которые просыпаются только после 10 вечера и могут задавать вопросы по бизнесу только после 10 вечера. Вот. Поэтому я спокойно к этому отношусь. Пятнышки высыхают, следа не оставляет меня переживать. Бывает у меня такое, что я могу заехать. Вот. В общем-то, да, после того, как кожа чистая, да, стопочку я вот эту вот проверяю. Да, то есть, видите, тут уже чистенько все. Покидываю могу, если не до конца стерлась, да, бывает иногда реально толстый свой. Я не жалею, да, беру еще средства, чтобы он такой влажный был, не сырой, но влажный такой хороший напитанный. И еще раз могу пройтись по нижней части лица, вот, и посмотреть, точно ли я все убрал, да, точно ли я все убрал. Да, то есть, ну, когда как лицо подсыхает, я начинаю наносить крем. Сначала наношу крем для века, он такой интересный. Я устареваю как градусник. Да, то есть, наношу. Он идет и на верхний, и на нижний века. Ну, хотите, загублите, да, почитайте про него аннотацию. Он мне действительно понравился, и он такой долгоиграющий. Я предыдущим кремом пользовалась очень долго, прям удивилась. Вот. Морщинки. Так, дальше. Только сказала, что он кончается, да, он и кончился. Нет, ну там еще, наверное, на раз хватит, если разрезать, да. Так же вот распределяю. Обычно я больше и дальше захожу, но тут я в халатике сижу перед вами. Цепочки не люблю носить. Я ее надела, потому что пошла в ресторан. Ну, если бы не пошла в ресторан, я бы не надела бы ее. Мой муж любит, он мне ее многодощин подарил. Вот такая, хорошенькая, красивенькая, ну, видите. Так, с таким плетением. Вот, морщинку мою я постоянно таким вот образом разглаживаю. Постоянно прямо разглаживаю, чтобы она у меня уходила. То есть, я сейчас не антивозрастной косметикой пользуюсь. Я пользуюсь сейчас пока что доктор Кор. И лимфу разгоняю и утром, и вечером. Вот так вот все время провожу. То есть, нужно проводить до лимфы. И потом так вот мягонько тут лимфу изгонять. То есть, сколько есть терпения, столько и гладитесь. Хоть час. Главное, чтобы это было не один раз, а на постоянной основе. Все всегда проглаживаю. И она стирается. Если вы ее все время будете стирать таким образом, какой бы глубокой морщины ни была, она у вас все равно рано или поздно уйдет. То есть, просто так ждать, пока не уйдут просто от крема. Нереально, потому что мы весь день морщимся, весь день мимика. И получается, что ничего не получится. Тем более, я сплю вот так вот. И у меня вот тут, да, вот эти вот морщинки, они уже появляются. Тут вообще морщинок нет, видите? То есть, отлично просто. Вот, далее. Получается восстанавливающий лимфа-крем. Это был первый слой. Он вообще, знаете, такой классный. Он способствует быстрому восстановлению кожи после стресса, нивелирует покраснение, усилит эффект других косметических средств. О чем это говорится? Если вы его наносите под крем, это круто. Это круто, вы усиливаете, потому что тут идет 20% нашего верту углерода. Сейчас уже 5-е поколение, 0,527, может быть, уже на сайте нет, но я уже заказала новый кислородный бальзам, а этот решил дорасходовать. Вот этого крема надо совсем чуть-чуть. Он очень, ребят, питательный. И, если честно, я прям боюсь его много наносить, на себя, потому что он идет как мазька. Вот, чуть-чуть и хватит. Вообще, мне кажется, им легко забить кожу. Почему у меня у него такое мнение? Потому что он очень уж хорошо через чур ухаживает за лицом. Я не привыкла к такому прям мощному увлажнению, мощному уходу, но заказала второй тюбе, потому что он мне понравился. Вот. Но периодически я все равно делаю масочки. Вот, скоро мне будет девушка делать массаж лица. Буду проделывать курс. Вот, не знаю, до отпуска или после отпуска она найдется. Ну, я буду счастлива. Какой-то косметолог мне будет приходить. Посмотрим. Мне вот эти листа надо подтянуть. То есть, видите, поплыло. Из того, что я начала худеть, у меня лицо поплыло. Я, конечно, его делаю сама. Делаю на постоянной основе. Да, то есть, у нас тут лифоузлы. Надо вот так вот посильнее, посильнее. Смотрите, и кремами мажусь. Все, автозагар у меня не сходит. Я тебя помазала, и он у меня теперь не сходит. У меня разные ладошки. Я не могу от него избавиться. До какой степени он вообще проявляется. И до какой степени. Я не знаю, это круто просто, да, Витя. В общем, вот так вот. Вот и все. Весь мой уход. Буквально 10 минут утром и 10 минут вечером. 20 минут в день. Если бы я не болтала, то это бы у меня заняло не 20 минут в день, а может быть 11-15. То есть, я с утра быстренько вжив-жих и вечером быстренько вжив-жив. Ничего же я не читаю. Это я тут для вас. Читаю, поэтому видео там 10 минут получилось. На самом деле, это вообще мгновенно. И кто говорит, что у меня нет времени за собой следить, я вот никогда, ребят, не верю. Просто человека нет привычки. Хорошие привычки нужно вырабатывать. Это здорово, это классно, это очень приятно. Понимаете, это очень приятно. Вырабатывать сверх хорошие привычки. Всем пока-пока.